здравствуйте дорогие друзья смотрите что получается я сейчас еду в магазин буду покупать некоторые продукты хочу пожарить американской чизбургеры и показать вам как я это делаю самый лучший способ я вам покажу ну может кто-то знает что-то лучше но я вам покажу очень хороший способ как сделать американский чизбургеры максимально вкусно правило номер один никогда не покупайте замороженное уже заранее приготовленное мясо вот эти котлеты по рису дать вот не покупайте их никогда заморожены только свежие надо брать в продуктовом магазине где делают фарш свежий и надо брать эти котлеты свежие и тут есть один такой магазинчик называется h&b он сейчас там короче рима дал делаю этому магазину обновляют вон сарай старый был раньше они его обновляют уже на 80 процентов они обновили и вот сейчас мы туда приедем я возьму все что мне надо и будем жарить чизбургер у меня дома на смогли правда еще смог а их немножко копчу не у всех это конечно есть но недолго копчу совсем чуть-чуть чтобы мясо немножко дымком покатить вот и она прикольно получается если у кого есть такой смокр можете попробовать а если ни у кого нету то делайте обычно на газу или на дровах сегодня жаркий день 34 по цельсию 94 по фаренгейту но уже уже не душно почва просохла и просто жарко такая знаете такая конкретная жара но будет будет через пару дней дожди опять вот такой вот магазинчик называется h&b и видите я говорил он рима дал делаю тут все перестраивают достроили новое такое крыло добавили новое тут такие парковки сейчас я покажу вам вот тут облицовочку тоже обновили вот эти красные буквы и чай би были такие старинного типа облезлые сейчас смотрите какие красненькие такие яркие буквы новые тут на улице смотрите всякие вещи и никто не хватает и не убегает с ними это еще хорошо очень знаете тут занятый магазин потому что тут в этой местности где живу мало нормальных магазинов только walmart этой чай би и все вот так это я поперся неправильно сдавать назад так навстречу поехал нарушитель не злостный сейчас еще парковку тут найти тяжело очень тяжело с парковками цветочки тут всякие продаются как они только не сохнут их поливают видите как все затарились и чешут чешут такие все с полными тачками так вот у меня есть момент повернуть и никого не раздавить же еще надо так где-то надо стать с парковочками проблемка придется далеко парковаться и пешака валить о мне еще повезло парковочку нашел только вот это вот nissan ultima надо чтобы дверку закрыла а то я снесу ее дверку сейчас они закроют дверку я тут запаркуюсь взял тачанку хотя мне на и не нужно я много брать не буду но все равно не хочу все в руках держать лучше тачку цепи вот такое должно быть мясо свежее должно быть свежий фарш сделали такие круглые формочки и это самое лучше получаются чизбургеры правда она ну конечно дороже чем замороженные но зато вкуснее как раз вот мне одной пачки и хватит теперь пойду искать эти булочки хлебушки банс по-английски сыр надо будет еще взять и эти малосольные огурчики пикал вот эти вот банс булочки я люблю вот такие вот семечками конечно каждый себе берет то что любит я люблю вот такие все более такие без семечек вообще их очень много разновидностей мне нравятся вот такие вот чтобы они были крупные и семечки были сверху чтобы хлебушек был неси на желтый что я имею ввиду неси на желтый ну банки такой хлеб бывает как будто бы не знаю яиц там много набили туда я люблю чтобы хлебушек был немножко светлее так вот тут у меня сыр сыр это тоже на любителя смотрите тут сколько разных сортов но я предпочитаю вот такой вот классический сырок специально для сэндвичей и чизбургеров а теперь я буду искать вот эти вот огурчики огурчики тоже на любителя я люблю чтобы они не были сильно кислые сейчас найду эту секцию где эти огурчики возьму огурчики а овощи у меня дома есть помидорчик лук есть у меня дома кетчуп что там еще горчичка это все есть я приехал взять именно то что у меня нету в данный момент дома для чизбургеров вот нашел я эти пикал огурчики но у них проблема такая у американцев они все уксусом залитые страшно кислючие это просто жесть вот это найти нормальные пикал зато просто очень трудно должны быть вот такие они либо так кругляшками порезанные либо вдоль ну не такие нет но самое лучше там должны быть вот такие вот для чизбургеров и тут видите несколько сортов и сейчас надо внимательно поискать мне надо чтоб она не было это кислое но я вот такие выбрал вот такие выбрал тоненькие попробую купил я все что мне нужно для чизбургера и еще кое-что для для домашнего употребления взял вот и все еду домой шел мимо цветов и короче еще такого никогда не видел мерзи запущения уже цветы для бедников букеты делают фу какая гадость приехал я домой я уже дома так немножко к вечеру жара спадет сейчас вам покажу какие чипсы взял я люблю чипсы которая целенькую картошечку дольками порезали и вот так ее в масле зажарили оригинал си салт морская соль и джим джима нету это вот булочки банс вообще такой едой увлекаться нельзя но иногда иногда хочется поувлекаться хочу вам еще рассказать один маленький секрет вот эти вот парис парис котлеты так сказать да они сейчас покажу какая толщина примерно вот такая толщина да и вы когда их жарите они становятся такие такие надуваются такие пухлые и в диаметре уменьшаются и когда вы их ложите вот на это внутрь бана банс булочки когда внутри ложить то получается булочка намного шире чем мясо и как-то оно не очень прикольно толстое мясо получается уже чем булочка я вот что делаю я беру вот это пари ложу на досточку которая резать овощи и сверху еще одну досточку между ними ложу вот ту бумажку которые там лежат бумажки вот эти и очень сильно его приплюскиваю и он становится вот вот такой примерно блин такой получается и когда жаришь получается идеально и по размеру под булочку хорошо подходит и не толстая я еще покажу как это делаю здесь вот я уже вам когда-то рассказывал и показывал у меня стоят вот такие вот грилы значит это вот трейгер на таких опилочные макарончики сбитые сейчас я ее расчехлю и что-то вам покажу вот так она выглядит старая уже правда ей уже лет пять принцип работы вот такие вот опилки макарончиками и подключается в розетку она толкает их котел и можно грилать ну конкретно жарить что-то или коптить мы немножко закоптим и потом погрила им только что пошел почистил этот смокер гриль прошлый раз пару роликов прошлый я там снимал как и курицу коптил но все там было грязное короче вычистил жду пока спадет жара чуть-чуть так начнет вечереть буду начну жарить чизбургеры и должен друг подъехать тоже приедет посидим вечерком а сейчас я хочу по просьбе моего подписчика ай мн 780 south carolina с южной каролины попросился прямо показал мои двери в гараже говорит они такие необычные он тоже когда-то жил видать в оригоне и сейчас переехал south carolina и попросил показать ему ворота они необычные действительно вот я вам в прошлом ролике рассказывал про дома показывал сайдинг кирпич вот в портленде там ну в смысле портленд на вас кости делают сайдинг такой на на домах облицовка тут под кирпич и тут ворота в основном у всех деревянные и я сейчас покажу моему подписчику ну механизм обычный вот лифт мастер обычная установка как делают в америке так сейчас резкость обычно эта установка вот идет рейл с обоих сторон значит этот лифт мастер это обычно а вот ворота это необычно сделаны с настоящего дерево что за дерево я не могу вам сказать вот но с дерева полностью сделаны ворота и сейчас я их открою и потом опять закрою и снаружи покажу так установка стандартно вот видите стандартную установка лифт мастер два пульта также он вай фай смарт посоединяется к телефону и можно ворота открыть с любой точки мира главное чтобы был интернет ну вот такая вот стандартная система открываются вот так вот и сейчас я их закрою значит апт называется майкью открываете вот так вот это ап и на ап вот видите сейчас открыто нажимаете на ап и она начинает их закрывать дерево натуральное значит мне нужно срочно это все зашкурить или не знаю прошла шаром помыть и надо заново вскрыть лаком это это следующий мой project проект обязательно мне срочно это сделать вот видите подписчик заметил что это смотрится в необычно симпатично и вот так вот смотрите у всех вот должны быть они такие вот темненькие покрасить надо я вашу просьбу выполнил дорогой подписчик спасибо за ваши комментарии здоровья вам крепкого иду уже включать эту гриль она там еще минут пять будет разгораться эти макарончики падают в котел там такая лампа накала накаляет эти опилки они начнут гореть потом спираль потихоньку крутится и подает опилки в котел значит надо уже включить и пусть она разогреется смотрите я покажу вам что то вот здесь вот крольчиха гнездо имела там были края то маленькие уже поразбегались а уже подростки поразбегались а сделали мне ущерб теперь надо лопатой взять горку земли туда насыпать придоптать почистил тут постелил новую фольгу решеточку помыл теперь делаем так кнопочку так вот включаем он афан и вот тут идет смог молд ставим на смог она начала начать гудеть все такое там значит спираль заработала и через минут минуты две-три начнет коптить потом принесу тарис котлетки положу закопчу их минут может 10 по копчу их так чуть-чуть и потом как обычно подыму температуру ну хорошую такую подыму на триста семьдесят пять и как обычно их пожарю уже стало легко дышаться свежий воздух и прохладники становится немножко тучки надвигаются со всех сторон будет дождь следующие пару дней и это мне даже нравится так жара дала потом раз дождик жара дождик а если чисто или сплошной дождь это плохо или когда жара это плохо а так вот дождь полил какое-то время потом жара дождь жара если так сюда был вообще-то не против очень приятный запах такой дымок эти опилочки это вишенка и так пахнет вообще классно вот это горячее копчение рыбу коптить курочку то что хотите можно коптить только горячая а я вот все думаю сделать купить такой значит бочку такую какую-то приобрести из нее тут что-то такое замутить рядом где-то тут поставить эту бочку и отсюда такую трубу специальную такую это есть такая труба сюда так подобрать и в эту бочку и короче что-то замутить сделать холодное копчение что было и будет по трубе передавать туда и коптить все хочу сделать но никак руки не доходят до этого как говорится вот видите как она раскоптилась а сейчас но она не должно так постоянно коптить это она чисто завелось сейчас по коптит а потом она коптит интервалами и будет коптить пока мисс вы не переключите вот здесь вот вот это вот смог коптить а потом смотря какой продукт вы готовите разная температура это по фаренгейту вот и повышаете до конца наверно 400 вот в начале прямо сильно будет коптить а потом пройдет ну все продымилась она раскочегарилась теперь она закрыть попросить не закрыть она заглохнет заглохнет вот закрыл все пускай теперь там все прогреется так оставляю на могут коптить смог и вернусь уже с этими котлетками парис уже вернусь и поставлю туда сейчас я их приплюсную покажу вам о чем я говорил вот так вот ложим берем вторую вот эту вот дощечку так сказать и давим вот получился вот такой блин и так все надо сделать вот такой вот трейгер специально для говядины присыпать к ну и вот так чуть-чуть много не надо вот вот так вот все четыре я приплюснул и теперь несём их ставить на гриль значит вот так оно все смотрится жарятся конкретно я их покоптил немного и теперь жарятся вот дровишки тут короче крутится котел горит вот такие вот слегка закопченные котлетки парис короче совсем потемнело влад приехал ко мне скажи всем моим подписчикам привет да это американская традиция жарить иногда бургеры и вот так вот получилось посмотрели погрели теперь ложим сырок пока они горяченькие сырок немножко подтопится вот так вот на каждый ложим некоторые это прямо во время когда грибят ложат я так не люблю потому что оно потом совсем потечется а какие чизбурги могут быть без френч фрайс без картошки фри вот домашнем стиле картошка фри на тусик сделал попробуйте тыкал который я сегодня выбирал вот я надеялся чтобы они были мало соли то есть не такие кислые уксус сплошной уксус так объясни мне а как я должен их выбирать в магазине они на банке ничего не пишут вот попробуй влад вот наши славянские закатки сравни ну сплошной уксус ну хоть скривись что ли кислое не умеют америкосы закатки делать вот ты мне наташа ругаешь что я неправильно пикал купил а как объясни мне как я должен их покупать правильную вот как если на них не пишут что они кислые как я в магазине должен выбрать не кислое чё должен друзья открывать каждую банку и пробовать кислые не кислые значит внутри друзья что делаем так берем это банк это по английский будет банк банк булочка берем вот так вот булочку потом берем вот так вот мяско сюда вложим так раз и идем потом сюда теперь следующее кетчуп вот так вот туда кто любит мастер это американская горчица но она вообще не такая как наша славянская она не горькая вот так вот горчичку берем майонезик вот сюда вот на сторонку майонезик далее помидорку берем вот так вот две штучки даже надо лук лук ларис капуста такая специальная вот так вот раз ты кого-то тот термоядерный уксус туда ложим вот так вот раз да теперь берем закрываем году и вот такой чудо самое главное друзья я вам не показал как его надо кушать вот так берете вот так вот немножко приплюснуть его надо вот так вот и вот так очень вкусно попробуйте дома тоже такой сделайте вам понравится ну что в ладках чизбургер смотрю ты уже половина слопал нормально скажи дым с дымком так все такое по-другому дачу обычные кстати влад ты же на каком-то шоу выступал или как это участвовал каком-то шоу на украине звезда с украины приехал ко мне на чизбургер походу очень вкусно друзья на сегодня все уже стемнело на улице мы будем сидеть кушать а завтра я вам буду что-нибудь показывать и рассказывать наступило у меня доброе утро и смотрите что получается мы решили поехать в некоторые магазины вот в данный момент мы приехали магазин каско нужно купить нам некоторые продукты и товары для дома мы любим магазин каско но здесь один такой нюанс нужно иметь мембершип короче покупать такую карточку специальную и только по этой карточке можно заходить здесь все дешевле и продается оптом здесь продается практически все бытовая техника одежда продукты и и даже ювелирные изделия и и и и и и и Спасибо. 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 В магазине Каско можно перекусить пицца, сэндвичи, американские тихо-доги, всякие напитки. Вот так вот здесь кассы расплатились и можно взять что-то перекусить вот здесь. В Каско продается вкусный хлебушек. Вот про это я говорил. Здесь можно купить вакейшн в разные точки популярных мест. Можно купить вот здесь автозапчасти, аккумуляторы, резина. Вот, пожалуйста, к примеру, вам резину можно купить любую на автомобиль. А вот здесь вот мембершип, про который я говорил, если вы хотите. Вот, кстати, я про цены не был уверен. Смотрите. Executive 120 долларов на год, Goldstar 60 и Business 60. В этом году вышла замечательная машинка, называется Toyota Tacoma маленький трачок. Мне очень нравятся такие трачки. Я бы себе с удовольствием такой купил. Он стоит где-то 50 тысяч долларов, такой трачок. Они полностью обновили форму и мне очень нравится. Купили все, что нужно в Каско и буквально проехали пару километров и приехали в магазин Винково. Мы здесь бываем очень редко, только по одной причине. Здесь продаются утка. Вообще, в Штатах утку найти трудно. Продается в основном курятина. А вот утка, гусей вообще я не видел в Америке никогда, в Соединенных Штатах. А вот уточку можно купить в магазине Винка. Хотел сказать только в магазине Винка, но я не буду это говорить, потому что я не совсем уверенный. Но вы утку практически нигде не найдете, кроме магазин Винка. И мы сюда приехали чисто взять уточку. Я очень люблю уточку больше, чем курятину. И сейчас вам покажу это дело. Вот когда я вам в магазине Каско рассказывал про лимоны и говорил, что вот допустим, хочу взять себе пару лимончиков и не могу, потому что продают целый мешок. Вот в Винка можно прийти и здесь покупать хоть поштучно. Этот магазин, я уже говорил, тут все немножко дешевле. И, конечно, тут народ в основном, видите, афроамериканцы в основном все. Вот смотрите, видите, вот такой мешочек лука. Мешочек лука стоит $1.48. Вот смотрите, пример покажу вам. Картошка 58 центов за паунд. В Валмарте стоит 97 центов. Крогер 99 центов за паунд. И том-там $1.49. Видите, наполовину здесь дешевле, чем в Валмарте. И так вот практически все продукты, кроме алкоголя, наполовину почти дешевле. Ну не прямо все, но значительно дешевле, чем в обычных других магазинах. Так что в какой-то степени сюда выгодно прийти и скупиться. Вот такая тема на развес разные конфеты. Вот так вот берете кулечек, насыпаете конфетки в этот кулечек и пишете вот этот номерок. И на кассе рассчитываетесь. Также тут на развес разные крупы, бобовые. Вот смотрите, фасоли, горох, сухарики даже вот есть. Разные тут, не знаю, мука, вот перчик, горошек. И так же само в кулечек насыпаете, смотрите номерок вот этот, пишите на кулечке. Вот ручка и на кассе рассчитываетесь. Любые крупы, вот вермишель, макароны, спагетти, все здесь можно взять. И даже рис. Шоколад, вот черный, молочный на развес. Это коконат, кокосовая, значит это орех, уже перетертый. Сериал, вот кукурузные хлопья. Ну здесь много вариантов сериала, муки, крупы, очень много продуктов. Так что рекомендую сюда тоже, можно иногда наведываться. Надо тоже умно себя вести, когда покупки делаете. Очень большой магазин, можно заблудиться. И обычно, когда вот, например, я прихожу в такой магазин, мне так тяжело ориентироваться, что где. Приходится спрашивать у рабочих, чтобы они подсказали, куда идти мне, то что мне нужно. Потому что своим ходом вот так вот замучитесь ходить искать. Уже отваренные крабы продаются. Девять долларов девяносто восемь центов за паунд. А вот самые крутые крабы. Это вот видите, сейчас я покажу. Тин краб. Тридцать девять долларов за паунд. Очень дорогие. Если вы придете в Винка и захотите купить уточку, то вот где продается разное мясо. Вот где мясо. И вот тут вот смотрите. Немножко даже бывает трудно найти, если не знаете. Это значит индюшатина, а вот уточки. Замороженные. И вот каждая уточка стоит в районе семнадцать долларов. Вот семнадцать. Это вот восемнадцать долларов. И вот ради этой уточки мы сюда приезжаем. Ну и берем такое, что тоже еще выгодно здесь брать. Когда вы наблюдаете за такими домами с птичьего полета, то можно подумать, что все дома абсолютно одинаковые. Но это не так. Если вы будете ехать в автомобиле и наблюдать в окошко за домами, то вы увидите, что они от друг друга отличаются. Они даже разные. А еще может быть кто-то подумать, что фу, не хотелось бы жить в таком районе. Дома близко друг к соседям, скворечники. То это не совсем так. Это все равно лучше жить в таком доме, чем на какой-нибудь квартире с вредными соседями. А еще обратите внимание, как вам такое, когда впереди дома нету заборов, ворот и собак на цепях. Как вам такое? Нравится или не очень? Напишите в комментарии. Скупились, поехали. Купили порошок, туалетную бумагу, салфетки бумажные, водичку. Скупился я в рейс. Ну такие продукты купил, которые я заранее в трак отвожу. Вода и там прочие вещи, которые не нуждаются в холодильнике. Я отвожу заранее в грузовик, подготавливаюсь к рейсу. Я буду ехать в рейс, может дней через пять и заранее подготавливаю грузовик. Чтобы потом было проще. Взял там одну сумку и в путь. Купил два пака воды. Вот это Sprint Water. 100% натуральная родниковая вода. Закатанные персики. Короче, такой вот напиток. Не очень, конечно, хороший, но он жажду удаляет. Сейчас я покажу вам. Вот такие вот Gerorate. Холодные, когда с холодильника оно так жажду удаляет. Сильно не увлекаюсь, но иногда пью. Мокрые салфетки вон пак взял. Очень нужная вещь в дороге. И взял вот этот агрегат Ryobi. Это знаете для чего, друзья? Это вот когда мой рефрижератор, холодильник разгрузили и много мусора в трейле. И я вот так вот продуваю. Сейчас покажу, как оно работает. И весь мусор вылетает на улицу. Это электровенник, так сказать. И хорошо, мощный очень. Вот смотрите, сейчас я опилки. Вот таким вот образом чищу я трейлер в грузовике. Чтобы с метлой не бегать намного легче. Каждый раз его с собой в рейс беру. Для этого дела. Такой электрический веник. Toyota это вещь. Всем рекомендую, приобретайте автомобиль Toyota. Машине 8 лет и бегает как ни в чем не бывало. Только резину, масло и колодки за все эти 8 лет я менял. Больше ничего. Так же постирал я все постельное белье с грузовика. Я притащил. Тут одеяло, тут простыни, наволочки. Все постирал. И так я делаю каждый раз. Чтобы все чистенькое потом в грузовик. Поедем чуть позже в грузовик. Отвезем всю эту воду, все эти вещи. И постель застелим в грузовике. Чистенькое. Надо будет вытащить и все аккуратненько разложить. И повезем. Вот постирал одеялки. Там все такое. Наволочки. Заправлю постельку в траке. И как я вам уже ранее говорил. Воду. Все вещи эти отвезу. Заранее подготавливаюсь к рейсу. Ну и заодно. Заведу двигатель. Чтоб немножко поработал. Подзарядил аккумуляторы. Все там проконтролирую. И еще продую прицеп. Вот тем электровеником. Почищу прицепчик. Чтобы через... Сколько там я? Через 5 дней выйду в рейс. Чтобы прицепчик был чистенький. Можно было загружать продукцию. Скорее всего это будет курица. Всегда я за курятиной езжу. С Техаса когда выезжаю. Всегда грушусь курятинкой. На моем канале я про это пару раз показывал вам. И даже рассказывал. Вот он стоит мой конек. Кормилец мой родной. Приехал я. Сейчас мы тебя... Опа. Подняли. Понесли. Вот туда так подняли. Опа. Водичку. Теперь идем за мокрыми салфеточками. Берем салфеточки. Тоже сюда вот так вот. Раз. Вот так на водичку. Так. Сейчас. Открою воротыньку. Вот она воротынька. Раз. Вот так вот. И открыли. Ух ты. Как грязно. Так. Сейчас буду залазить в пол лес. Раз. Два. Три. Четыре. Берем этот веничек. Электрический идем. Ох. Грязище везде такое. Фу. А воняет как. О. Полюбуйтесь. Сколько мусора оставили предыдущие. Кто разгружал прицеп. Тут намусорили. Смотри. Сейчас это все будем убирать. Ты смотри что творится. Смотрим. Тут пылище. Мусор. Вот это все сейчас продуем отсюда. Дуем. Продуваем. Задуваем. Очищаем. Продуваем. Зачищаем. Задуваем. Теперь все будет чисто у меня. Так. Сейчас я постельку заправлю. И все здесь сделаю как надо. Наволочки. Одену на подушки. Простынь постелю. Сверху другое одеяло. Сейчас все это сделаю. Покажу вам что получится. Постель чистенькая. Наловочки. Чистенькие. Одеялки чистенькие. Там внизу простынь. Все постирано. Здесь у меня чемодан с вещами. Здесь значит кондиционер. Когда мне нужно в дороге я его устанавливаю. Тут целая процедура у меня ставлю. Тут труба выходит. Там у меня все приспособлено. И вожу с собой генератор. Завожу генератор. И у меня здесь прохладно. Холодно в траке. Когда жарюка. Значит. Вот так вот. Смотрите. Тут запас напитками. Здесь вот ящик воды. Бутыль воды. Тут вот еще. Ящик воды. Персики. Здесь мокрые салфетки. Затарился. Так по самой не балуйся. Тут у меня все вот так вот. Значит. Все. В траке чистенько. Когда буду готовый. Дней через пять. Рвану в бой. Холодильник. Пустой. Когда буду. Приеду уже в рейс. Выезжать. Заполню полными продуктами. И в следующем выпуске дам вам отчет. Что я с собой возьму. Тут у меня тоже водичка. Все. Тут у меня вот камеры. Снимаю всю ситуацию. В кабине. На улице. Еще у меня кругом камеры занычканы. Для security purpose. Поехали домой. Отдыхатки. Сколько можно уже. Все. Трачок. Отдыхай. Скоро мы с тобой бомбанем. По Америке. А пока мисс. Отдыхай. Друзья. Спотел. Очень сильно. Спотел. Фух. Смотрите. Красный какой весь. Уф. Умаялся. Раскидал ящики. Эти все распаковал. Там кровать заправил. Продул прицеп. И. Это просто ужас. Сауна. Я вам уже рассказывал. Что такое Техас. Это сауна. Значит. Что у меня получается. Я. Поеду домой. Буду отдыхать. А на этом. Я буду. Свой видеоролик. Уже заканчивать. Вам. Я скажу. Всем. Крепкого здоровья. Не болейте. И. Встретимся. На канале. На ютюбе. Наблюдайте. У меня. К вам. Просьба. Пишите. Комментарии. Ставьте лайки. Делитесь. А видео. Это. Полезно. Для канала. Чтобы. Канал. РОС. И. Ютюб. Алгоритм. Ютюба. Чтобы. Рекомендовал. Видео. Если. Видео. Малые. Просмотры. Нету. Лайков. Нету. Комментарий. То. Ютюб. Тогда. Такие. Каналы. Не проталкивает. Так что. Друзья. Помогите. Мне. Сделайте. Это. Напишите. Это. Заранее. Вас. Благодарю. До. Встречи. На. Ютюбе. Встреча. 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 Встреча.